Да, вот сейчас на ваших глазах рождается очередной шедевр. Нарисовалась проблемка с нашей экскурсией. Кораллочки, кораллочки. За три пары 180 лир. Идем минут 10-15 и становится все некрасивее и некрасивее. Все завалено старыми холодильниками, мебелью, какой-то рваными диванами. Вся природа у них тут замусорена. Закатик понаблюдаем сейчас. Весь путь у нас вокруг острова Кинолиада занял 2 часа. Опачки, ничего себе. Вот это наглость. Дамы и господа, товарищи, всем привет. Вы на канале Три Билета и мы в Стамбуле. Привет. Привет. Итак, мы сейчас на острове Кинолиада. Кинолиада. Это один из четырех туристических принцевых островов. Приехали мы сегодня в обед. Сейчас уже вечер, часов пять. И мы решили совершить небольшую туристическую, так сказать, экскурсию. Записаться на... как сказать так? Совершить небольшой тур по острову. Островочек маленький, можно его быстро объехать. Сейчас найдем какое-то электротакси. И спросим, сколько стоит тур по острову. Светик у нас любит привозить из Турции какие-то всякие штучки, которые можно повесить на стену. Там, как керамическая плитка какая-нибудь, рисунки. Вот смотрите, здесь продаются такие симпатичные работы. Особенно приятно, что этот человек сам рисует. Прям сидит и рисует. А, правда, правда, точно. Ой, и кошка наблюдает, сидит. Мираба. Мираба. Можно снимать? Ретун. Ретун. Привет, привет, красавица. Ой, 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 привет. Привет. Москва. О, привет. Спасибо. Тащикю и дарим. Тащикю и дарим. Да, вот сейчас на ваших глазах рождается очередной шедевр. Красиво. Чок гузель. Тащикю. Так, ну давайте посмотрим, что тут из готовенького уже есть. А сколько стоит, мне надо было спросить тебе сразу. Ну вот, например, ту, что он сейчас рисует с кошками. А мне вот это понравилось. Смотри, вот эти вот окошечки. Ага, окошечки, стульчики. А это как на деревяшке, да, получается? Деревянный срез распил. Да. А риска. Вот решили мы взять вот такую штучку, вот картиночку, да, на дереве. Стоит она 180 лир. Это мы возьмем. И девочки хотят еще какую-то вот такую на шею украшение. Они по 70 лир. Тут написано? Да. Вот здесь написано, что выглядит так, что ты любишь натуральную красоту. Что-то вот в этом духе. Так, ребят, смотрите. Нарисовалась проблемка с нашей экскурсией. Вот сейчас парочка, да, вот эта вот пара, мужчина и женщина, которые нам продали сувениры. Они сказали, что на острове какие-то экологические проблемы. И ввели моратории на 10 дней, я так понял. На вот всякие покатушки для туристов. То есть, говорит, сейчас вы такси не возьмете. Говорит, только на своих двоих можете обойти остров. Говорит, остров небольшой. Поэтому, говорит, нормально, быстро обойдете. Не знаю. Но сейчас еще сделаем попытку, все-таки пройдем. Но тут реально никаких ни такси, ничего мы не видим. Увы и ах. Этот дом, друзья мои, продается. Сателлик. Смотрите, тут Бугенвилле и сколько растет. Ух, красота. Давайте поближе подойдем, посмотрим. А что? Купить вот здесь домик. Смотрите. Сателлик. Это что, он весь сдается, наверное? А, это, типа, как, наверное, гостиница такая, отель. И она продается. То есть, можно выкупить, навести марафет и снова сдавать, уже подняв цену туристам. О, какая русалка страшненькая. Какая-то злая. Это баба Янга. Это стена из дракушек. Ага. Точно. Ракушек налепили. Тут, наверное, я так думаю, что живет какой-нибудь моряк. Вот в чем дело. А это вот подводный какой-то монстр. Лохнесское чудовище. А, это кто? Не зря же штурвал и все эти вот прибамбасы морские. Значит, тут живет моряк. Это кто? Это мидии? Нет. А это, не знаю, просто какая-то там труба скрыта, наверное, за ними. Интересно, вот тут подошли, так сказать, с фантазией к оформлению своего жилища. Кто не смотрел предыдущие серии, докладываю. Мы сейчас на архипелаге Адалар, то есть на Принцевых островах, на самом первом туристическом острове, на Кеналиаде. То есть сюда паромы приходят в первую очередь и потом уже дальше развозят туристов по остальным трем туристическим островам. А всего островов девять, возят на четыре. Кеналиада симпатичное такое маленькое туристическое местечко, где, в общем-то, живут люди. Тут я бы тоже не отказался поселиться. Так тихо, спокойно, размеренно течет жизнь, все очень красиво. Ну, кстати, а до этого мы позавчера были на Биокада, самый большой, последний остров. Там, кстати, мне показалось домики посимпатичнее, Свет, как ты думаешь? Ну да. Там что-то как-то вот как прям с картинки, знаете, с открытки. Идешь и так, вау, ничего себе. Там были деревянные домики, белые домики мечты. Здесь тоже, конечно, ничего, но на Биокада было, конечно, так это, поинстаграмней, что ли, вот, было там вау. Я вот все, знаете, ребята, иду и думаю, а какие экологические проблемы могли быть от того, что туристов возят на электрических микроавтобусах или вообще электрических байках по острову? Что это может быть? Много мусора или что? Напряженка может быть с электричеством? Как это объяснить? Вообще непонятно. Понятно только одно, что нам, видимо, не свезло. Придется гулять пешком. Вот типичная квартира на первом этаже. Гириш называется в Турции. Не знаю, мне не нравится. С одной стороны, как бы, вроде, да, и никуда подниматься не надо, там, и лифт не нужен тебе. Зашел, вышел. Но, ребят, без балкона, вот это что, разве балконом назовешь? Нет, вот это вот балкон уже, там понятно. Красота сверху, там, обозреваешь, вышел кофеек попить, чаек. А здесь, ну, так себе, люди ходят, вот, у тебя под носом. Гириш мне не нравится. Поэтому квартиры на Гириши, на первом этаже, всегда в Турции стоят существенно дешевле, чем остальные все этажи. Вот смотрите, какой симпатичный домик. Тоже с бугенвиллей. Там туя, по-моему, растет. Вообще здоровски смотрится. Хочется сразу остановиться и сфотографировать. Ну, молодцы хозяева. Следят за территорией. Давайте немножко заглянем. Да, прям все, смотрите, дом. Свеженький, классно сделанный. Травушка-муравушка пострижена. Классно, классно. Отлично. Вот мы зашли на какой-то пляж Теос. Тут и рестораны, и все такое. Нам дали добро пройти, немножко посмотреть, поснимать. Теос Кинолиада. Здесь цена 100 лир за одного человека. Давайте посмотрим, тут, наверное, поприличней. Алиска, сейчас глянем, посмотрим сейчас. Погоди, не спеши. Ну, здесь, ребята, смотрите, в общем, те же самые камни. Потому что, ну, как побережье не поменяется. Тоже камни-камни. Но единственное, что здесь сделан понтон и спуск в воду, вот удобный, через лесенку. То есть не нужно идти по камням. В принципе, прикольно. Вот, ребята, на будущее, смотрите. Вот Теос, неплохой пляж, в шаговой доступности, 100 лир с одного человека. Если приплываете, когда на корабле, то нужно идти налево. Тут прям замечательно. Светланка успела сфотографировать Чайку с близкого расстояния. Перебираться сюда уже нет смысла, потому что, Светик, посмотри, пожалуйста, сколько времени. Ну, время без 10 и 5. Без 10 и 5. Ну, вот что мы сейчас пока за вещами сходим на наш пляж. Вернемся сюда. Тут надо заплатить 300 лир, а солнце уже будет садиться за горизонт. Ну, хороший пляж и цена хорошая. Да. Нормальная. Ну, в смысле, недорого. Мы переселяем. За те условия, которые они предоставляют. Там все сидит. Там все рядышком, получается, и свой ресторан, и, пожалуйста, и санузел тут же, и душ. Переодевалки все прилично. А мы переселяемся? Нет, Алиса, мы не переселяемся. Так что мы сейчас возвращаемся к себе на пляжик, где мы заплатили за вход по 30 лир с человека. Ну, там, блин, купаться невозможно, то есть там нужны коралки. Вот. И тогда, как стемнеет, наверное, мы все-таки попробуем совершить пешее путешествие вокруг острова. Сейчас там ребята, которые продают билеты на этот пляж, сказали, что пешочком можно остров обойти за один час неспешным ходом. В принципе, мы на такое способны, вполне. Но сначала еще немножко надо позагорать. Музыка. 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 Набрели тут на более-менее дешевые коралки, потому что купаться на нашем пляже невозможно без них. По 60 лир. Вот тут разные размеры. Они вот такие, как медузки, прозрачные. Мне кажется, вообще, чок-гузель лучше и не надо. Мы, может быть, еще сюда приплывем один или, может быть, два раза за оставшееся время. Так что они нам пригодятся. Вот эти коралки и я, мне кажется, мы нашли друг друга. В принципе, удобно. Я возьму. Светик, у тебя как дела? Совет нужно брать на пару размеров больше. Да, на пару размеров больше, конечно. Вот эти вот у меня 46-47, хотя ношу я 44-45. Алиска тоже вон себе там что-то нашла. Давай, 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 давай. Ты 36? Коралочки, коралочки. За три пары 180 лир, ребятушки. Зато будем купаться сейчас. Фух! Как их тиандры, блин. А корабли все продолжают привозить и привозить. Все новые толпы туристов. Ребята, ну, блин, куда? Сколько можно-то? Наша кинолиада не резиновая вообще-то? Хорош уже, все. Только на отплытие можно давать разрешение. В коралках, конечно, поприятнее заходить и выходить. Но они все равно не панацея, ребят, не панацея. Все равно больновато. Ну и мне помогают, но все равно бывают тут такие камни, которые прямо с треем вот так вот вверх стоят, наступаешь, а там уже никакие там тапочки не спасут. Светлуш, давай, ныряй. Сколько можно стоять? Стамбул. Весь как на ладони. Офигенное зрелище, ребята. Простите мне, мой французский. Особенный кайф здесь купаться, когда проплывает корабль. Ну, обычный паром, например, вот этот здоровый. Сейчас от него пойдут волны, как будто мы находимся где-нибудь на Атлантике, наверное. И можно по волнам тут попрыгать. С камерой я тут опасаюсь заходить в воду, потому что скользко. Можно не удержаться, навернуться и все. Прости, прощай, Сонька. Я на такое пойти не могу. Восьмой час. Уже никакой жары. Наоборот, приятный ветерочек, приятная прохлада. И настало время совершить наше небольшое путешествие пешочком вокруг острова Кинолиада. Шесть километров нам сказали. Примерно час пешей прогулки. Попробуем это одолеть, осилить. Мне кажется, будет интересно и очень красиво. Приглашаем вас с нами на прогулку вокруг острова. Вот прикольный домик, смотрите. Тыквы, горлянки, окрашенные в розовый цвет. Белые стены, синие вставочки. Типичный морской домик, очень красивый. Идем минут 10-15 и становится все некрасивее и некрасивее. То есть порт, причал, это как визитная карточка. Там все четко. Так, Светик, мы должны вокруг острова, а там, куда приведет, я не знаю, дорога. Тут какой-то рынок. Лук продают, наверное, для местных. Арбузы, дыни. Вот мужчины лет 50-60 рубятся в нарды. Но уже красотой не пахнет, как промзона какая-то. Какие-то горы пошли. И смотрите, ребята, сколько мусора, сколько пакетов. Вон все деревья в целлофановых пакетах. Чего-то неужели нельзя привести в порядок свой остров. Непонятненько. Тут, может быть, для местных, а может быть и нет. Но сейчас уже не понять, потому что все уже смотрящие за пляжами закрыли кабинки для переодевания на замочки, разошлись по домам. И что вот это вот, платный, неплатный? Ничего не понять. Может, если и платный, то, наверное, совсем какая-то минимальная цена. Кафешка местная с курочками, с чайничками. И здесь, смотрите, вот прикольно придумали. То есть положили большие валуны, по которым можно спокойно заходить в воду уже туда на глубину. Не надо ни кораллок тут тебе, ничего. Вот здорово придумали. Могли бы и там такое же соорудить. Вот дом какого-то дизайнера-самоучки. Посмотрите, во что он превратил свое жилище. Цветы красивые. Тут в башмаках тоже цветы. Тыквы, какие-то игрушки детские, пиноккио. Это музей игрушек, Тотка, про который я сказал. Нет, Алиса, это не музей игрушек. Музей игрушек в другом месте. Это просто чей-то дом. Итак, дамы и господа, нужна срочно помощь орнитолога. Кто это такие? Наверное, это какие-то утки-нырки. Или нет? Ныряю! Подскажите, кто знает. Только, ребят, прогуливаясь по острову, в нетуристических, наверное, так назовем, местах. Понимаю, что не у всех местных жителей здесь красивые, такие романтичные, инстаграмные дома. Вот мы сейчас проходим такие, ну, неказистые хижины, что ли, назовем их так. Но все чистенько, опрятно, культурно. То есть следят за своей территорией, вот отдыхают, тут у них диванчики, чай пьют, детишки играют в мяч. Ну, вот типичные вот такие вот одноэтажные дома, в которых живут, видимо, небогатые турки. А как только заканчиваются дома, появляется какой-нибудь пустырь, и видим вот такую картину. Все завалено старыми холодильниками, мебелью, какой-то рваными диванами, плиткой. Жуткое зрелище, ребята. Жуткое зрелище. А вот и наглядная демонстрация. Вот маленький остров Кинелиада, следующий идет Бургазада, Бургазада, Хейбелиада. А это? А это, фиг его знает, его даже не подписали. И вот этот вот остров Бююкада. Это наш? Нет. Какой наш? Мы сейчас находимся здесь, на Кинелиаде. А это? А это какой-то мейден. Туда не возят даже туристов. Ну, может быть, если только по отдельному какому-то заказу. Солнышко уже садится, нам, получается, нужно вот так вот обогнуть, обогнуть вот этот мыс туда за гору. И там мы выйдем, мне кажется, к порту уже, потому что вон видна европейская часть Стамбула. То есть там уже пристань будет, причал. Наше путешествие вокруг острова Кинелиада подходит к концу. Осталось совсем немного. И, ребята, скажу вам, не обязательно совершать такие прогулки. Тут кругом только мусор, какая-то грязь и все. Никаких красот здесь нет. Ну, как это? Ну, где? А виды на море? А какой закат был? Ну, разве что вот это. Ну, все остальное, прямо вся природа у них тут замусорена. Я не знаю, конечно, ездят они на электрических тут байках, а не на обычных машинах. Но все в мусоре, весь остров. Не знаю. О какой тут экологии может идти речь? Кого-то ловит. Или поймала уже? Поймала, поймала, поймала. Кто там? Ящерица? Ну, жалко тебе ящерку. Все, ест. Маленькая. Да, вот здесь, с другой стороны острова Кенелиада, есть симпатичный пляжик. Вот я вам его сейчас показываю. Там наверху ресторанчик с бассейном, все дела. И идет спуск к морю. Не знаю, сколько стоит пребывание на этом пляже. И мне кажется, вот сюда возят как раз-таки небольшой катерок от причала основного. Везет народ сюда. И здесь люди уже отдыхают, расслабляются. Ну, хорошее местечко. Нам нравится. Алиска немножко подустала. И вот мы присели в кафешке. Вот такой. Немножко она на высоте находится. Красиво. Закатик понаблюдаем сейчас. Там внизу девчонки фотографируются тоже на закате. Ну, приятное местечко, не более. Принесли нам кофе турецкий. Две чашечки. Спрашиваю мужика, сколько. Он так подумал. Секунды три. А говорит, сорок лет. В общем, что ему придумалось, то и сказанул. Прошло полтора часа неспешного шага. Тут начался подъем в горочку. Уже включили фонари. Но я чувствую, скоро должен быть финиш. Все, хватит. Надоело. Решили завтра никаких поездок. Никаких расстояний. Никаких спусков, подъемов. Завтра будем тусоваться где-нибудь на Истекляль. Ну, максимум дойдем до рынка на Именюню. И все. Завтра разгрузочный день. Здесь вот сдают жилье, видимо. И заманивают туристов предложением кофе турецкого. Всякого там лимонада. Завтрака турецкого. И здесь вот такой балкончик. Типа выходишь с утра или вечерком. И можно посидеть с видом на море. Мне кажется, замечательный вид. Алиса, как тебе? Нормально. Подводим итоги. Весь путь у нас вокруг острова Кинолиада занял два часа. Но это с бесконечными остановками погладить котенка, сфотографировать красивый дом, где-нибудь посидеть в кафешке. Так что, если вы будете идти и будете идти быстрым шагом, нигде не останавливаясь, в принципе, можно за час обойти. Но мы вот так вот неспешно за два часа сделали кружочек. Но, скажу я вам, девчонки, конечно, пожалели. Тяжеловато, потому что там и спуски есть, и подъемы такие крутые. Так что, если не любите долго и далеко шагать, то совсем не обязательно вам повторять наш маршрут. Можно потусоваться где-нибудь здесь, у причала, так сказать, у порта, где самые красивые домики и самые красивые ресторанчики. Эх, немножко не успели. Буквально вот из-под носа у нас ушел кораблик. Следующий ровно через час в 21.20 Кадыкёй-Каботаж. Обидно. Ну что ж, ладно, пойдем тогда искать какой-нибудь ресторан. Что-нибудь поедим. А что делать? Сели, так сказать, вот в самом центре, на центральной, назовем ее, площади. Давайте посмотрим менюшку. А, тут даже есть на русском языке суд дня 25 лир, мини-мен 45, гамбургер 70. Так, ну здесь баклажановая паста 45. Давайте доберемся до какого у них блюда. Куриный шашлык 80, спагетти 55. Вот рыба. Рыба чупра 120, леврек 120. Ну, зато здесь есть рыба, понимаете, не то, что на Биокадане, на том пляже, где мы были, там ни в одном ресторане не было рыбы. Дыня 35. И здесь напитки пошли. Айранчик 15, минеральная вода 15, чай 10 лир. Тут уже пошел алкоголь. Начали приносить еду. Вот у меня курочка в соусе торияки с рисом. Это чобан салат. И Алиске вот такую огромную тарелку принесли, спагетти. А, кстати, и свежевыжатый сок. Я хотела сказать, что макароны в Турции, они такие другие чуть-чуть. Но вкуснее или... Ну да, они вкуснее, такие с привкусом каким-то странным. Может быть, потому, что это все на свежем воздухе, на природе, рядом с морем, а не дома. Нет, точно. Тут нас уже пасут вовсю. Смотрите, пришел товарищ, местный житель, островитянин. Что тебе надо? Опачки. Ничего себе. Вот это наглость. Нет, 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 нет. Дружок. Сейчас, Алиса, давай дадим ему кусочек. Я сегодня добрый. На. Но он ведь не отстает от меня, друзья. Он просто вцепился мертвой хваткой в мои шорты и сидит. Смотрите. Света, что тебе принесли? У меня чупра. Чупра. Дорада. Смотрите, какая большая и симпатичная Дорада. Приятного аппетита, Светлана. Спасибо. Поужинали мы на 450 лир и это было нереально вкусно. Света говорит, и рыбка была у нее вкуснейшая, курочка была хорошая, Алиска в кои-то веки осталась с довольными макаронами. В общем, поели от души. Спасибо. Вот этот ресторанчик Проти. Посетите, не пожалеете. Все сейчас, минут через 10 написано, должен паромчик отправиться в Стамбул, поэтому будем выплывать. Опа, осторожно. Ох-охой! Ох-охой! Маскепель. Отпuishи отмен. Ушка. Ох-хой! Ох-хой! Друзья, мы приплыли в Каботаж И, судя по всему, сегодня уже ничего интересного не будет Только опять долгий путь в горочку до наших апартаментов И, собственно, чай с печенюшками, немножко компьютера, немножко телефонов Да, телефонов, онлайн-игр и спать будем ложиться Тоже устали сегодня Спасибо за внимание, ребят Ну и помните, что есть скидки на туры, если вы покупаете их через травелату Промокоды есть под этим роликом Подписывайтесь, лайки ставьте Подписывайтесь на наш телеграм-канал Там тоже постим разные фоточки И, ребят, спасибо, что вы с нами Пока-пока, до новых встреч Еще будет куча видео Пока-пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok